Итак, друзья, Яндекс.Дзену исполняется ровно 6 лет. Соответственно, сейчас в честь этого посмотрю ролик, а пока немного статистики. Значит, дневная аудитория Яндекс.Дзена за год выросла, ну, я так понимаю, это про 2020 год, на 50% до 20 миллионов человек, 20 миллионов человек аудитории. А у основного канала Яндекс.Дзена, который называется журнал Яндекс.Дзена, подписчиков 92 тысячи. Немного странно, да? Аудитория 20 миллионов и подписчиков 92 тысячи у самого основного канала. Ура! Ну, давайте посмотрим все-таки ролик в честь дня рождения. Обычный день. Пользовать там больше 20 миллионов. Блогеров 45 тысяч. 45 тысяч, друзья, блогеров рисуют, рассказывают. Хотя, друзья, я не знаю ни одного блогера, который бы зарабатывал на видео. Ну, кроме, конечно же, катаются. Кроме, конечно же, вилсакома, естественно, и других популярных. Продолжаем увлекать. Но, друзья, еще раз повторяю, непонятно, кстати, почему такое плохое качество. 360 автокачество стоит 360. Давайте я поставил получше качество. Ну, больше 21 миллиона. 46 тысяч блогеров рассказывают. И еще раз повторяю, я не знаю ни одного блогера, видеоблогера, который бы зарабатывал на дзене и мог ничем больше не заниматься. Напишите в описании, если вы не знаете, почему сейчас сама включилась пауза. Выгуливают, выбирают. Хотя, вот мне показывают блогеров, я не знаю ни одного. О, дзену 6 лет. Мне кажется, что как видео, конечно, платформа лучше всего, конечно, Яндекс.Эфир. Но его, как я понимаю, закрывают уже. Он, по сути, уже закрыт. И вот такая ситуация. Напишите, то, что вы думаете о видео, о Яндекс.Эфир как видеоплатформой для видеоблогеров. Ссылку я размещу в описании на эту новость. Или нет, давайте я лучше размещу ссылку на свой канал в Яндекс.Эфир. Может быть, это чем-то вообще поможет. Ссылка в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания. Продолжение следует...